Приветствую вас. Я думаю, что выстраивание профессиональной деятельности следует четко ограничивать от внутриличностных проблем, которыми можно назвать, к примеру, то есть вы зависите от мнения других людей. К примеру, то есть одно дело, если вы, допустим, не можете по работе выстроить то, что вам нужно и необходимо, да, одно дело, если вы не можете организовать свою деятельность рабочую. Другое дело, если вы зависимы от мнения, там, людей и так далее, и не можете вообще одна, к примеру, то это разные, это совершенно, на мой взгляд, две разные истории, две разные вещи, и если по поводу первого, да, вам, ну, действительно, просто можно будет, к примеру, что-то порекомендовать, да, то есть, ну, просто вот что-то порекомендовать вам можно будет, то во втором, во втором случае, во втором аспекте, я думаю, что необходимо только работа, что-то индивидуальная работа с психологом, и вот, потому что от зависимости, ну, зависимости от других мнений, вы так просто не избавитесь, к сожалению, вот, тут вам нужна именно помощь. Так что определитесь, действительно ли вы зависимы от чужого мнения, и если так, то нужно будет работать с вашей уверенностью в себе, возможно, с какими-нибудь запретами, с какими-нибудь негативными установками, которые мотивируют вас, к примеру, так поступать и так действовать. Дальше, значит, вы пишете, что развиваете бизнес. Ну, Вера, здесь, конечно, очень важно, как вы к этому пришли, да, то есть, вот вы говорите, что вам это нравится, что вы чувствуете себя на своем месте, что вы любите свое дело, с другой стороны, вы пишете, что без дела, этого дела, без этого дела, вы уже не сможете, и это, надо сказать, настораживает, потому что, ну, любая работа, это все, это все-таки просто работа, это совершенно необязательно воспринимать работу, именно как, вот, делать в своей жизни, вот, то есть, как вы пришли к бизнесу. Со мной вместе начинали это дело еще два человека, один, вначале пути сообщил, что работать не хочется, а деньги получать планирует регулярно. Ну, что сообщил, открыто, это уже плюс. Смог бы не сообщать, постоянно кормить завтрак, завтраками, как второй. Так что это неплохо. Другое дело, другое дело, другой момент, почему человек решил, что он может на это рассчитывать. Вот это, куда более интересная, на мой взгляд, история. То есть, почему человек считает, да, почему человек считает, что может не работать, но получать при этом деньги. Вот. Откуда у него такая идея возникла? В то, что она у него возникла просто так, сама по себе, ну, я, если честно, не верю. Я не верю, что он пришел, он пришел этот человек, сам, к этой, к этой идее. Понимаете? То есть, скорее всего, скорее всего, было что-то, было что-то, что его надолгнуло на эту мысль. Вот, соответственно, что нужно сделать, да? Что нужно сделать? Нужно понять, что именно его натолкнуло на эту мысль. Потому что, еще раз, это не случайно произошло. Что-то в вашем поведении, в вашем отношении позволило ему думать, что он может на это рассчитывать. Второй человек постоянно занят своими домашними делами, мужем, детьми, на работу приходят раз-два месяц, дома работать нет и нет якобы времени. А в нашей работе это вполне возможно. Смотрите. Вы, с одной стороны, да, принимаете этого человека, а? С одной стороны. Вы принимаете этого человека, как бы, и позволяете ему, как бы, вести себя так, как она себя ведет. С другой стороны, с другой стороны, что важно, вы говорите, что можно работать, ну, вот, на дому. То есть, вы считаете, что можно работать на дому. То есть, позволяя людям делать так, как они хотят, нам остается лишь только расследовать, как, к примеру, родители. То есть, что у нас, дескать, избалованные люди, да, что у нас, дескать, там, молодое поколение, да, куда оно вообще катится и так далее, да. Вот. Но что ты сам сделал? Что ты сделал для того, чтобы оно туда не катилось? Что ты сделал для того, чтобы что-то исправить? Знаете, какая история? И получается так, я сейчас вас не обвиняю, да, а просто вот говорю, что получается так, что вы просто вот переживаете, просто рассуждаете и всё. и больше ничего не происходит, больше вы ничего не делаете, вот. Вместо того, чтобы считать, что, ну, к примеру, да, вместо того, чтобы считать, что, значит, можно работать на дому, да, вы просто берёте и ставите условия человеку. То есть, вы либо ставите условия человеку, либо нет. Как, к примеру? С вами можно и нужно работать. Вот. А если вот так, как вы делаете сейчас, да, если вот так вот действует, как вы ведёте себя сейчас, то, ну, вы так и будете родителем. По сути. Таким строгим, но, тем не менее, всё позволяющим родителям. И команд этого будет хорошо. Никому. Вот. Никто, никто не добьётся абсолютно никаких результатов здесь. То есть, ожидать, что люди поменяются не стоит. Так, значит, деньги тоже. Я вкалываю днями и ночами, деньги уходят на новые вложения в дело, зарплаты сотрудникам и так далее. А у вас много сотрудников или что? Как бы, вот. Предположим, что вы вкалываете. Предположим. Наполоним, что вы это делаете, ну, много. Вот. Вопрос. Заключается в следующем. У сотрудников нет мотивации. То есть, вы, если бы, если бы вы, к примеру, донесли бы до человека, который мало работает, то он получал бы больше, если бы работал больше? Что, всё было бы здорово. А так, вы знаете, что он будет работать и будет получать деньги? Вот. И он не будет работать и он будет получать деньги. Так лучше же не работать, правильно? Да и зачем, если вы всё берёте на себя? Зачем, если вы склонны, к примеру, к примеру, к примеру, себя отделять? Понимаете? Какая история? Так что, здесь, мне кажется, всё совершенно очевидно. Здесь, мне кажется, всё совершенно понятно. С той, с точки зрения, да, с той позиции, что к вам относятся так, как вы относитесь к себе. Да, это неприятно, да, это, это, это ужасно, что это происходит. Вот. Я с вами абсолютно здесь согласен, вот, что это ужасно. Ну, аааааа, что дальше? Понимаете? Дальше. Так. Себе остаётся мало, мало, но я уверен, что это временно. Ну, опять, опять, для бизнесмена, коим вы являетесь, мне кажется, не самая лучшая черта верить. Вы можете верить во что угодно, вы можете верить сколько угодно, но если ничего не делать для того, чтобы то, во что вы верите, стало реальностью, то это так и будет некой такой фантазией, понимаете? Вот. То есть самое главное, что вы ввязались и ввязались в дело, которое вам даётся тяжело, вот. То есть само по себе вот дело вам даётся тяжело. И плюс выбрали людей, которые вам не хотят помогать. Вот. Почему-то. На мой взгляд, на мой взгляд, это не случайно. То есть, возможно, вы склонны брать на себя слишком много, к примеру. Возможно. Возможно, есть что-то ещё. Ну, то есть, да, то есть, возможно, есть какие-то ещё аспекты, о которых вы нам здесь не говорите. Но совершенно очевидно, вот прям, совершенно-совершенно очевидно, что если сейчас что-либо не начать менять, то ситуация будет только ухудшаться. Вот. К сожалению. Ну, у вас. Вот и всё. Вот и всё. Так что здесь, я полагаю, нужно обратить внимание на себя. Ну, побольше, побольше, побольше внимания вам нужно обратить на себя. Ну, вот. Понимаете? Дальше. Так, мой партнер сидит дома постоянно звонит, чтобы в курсе у свой, конечно хочет получать зарплату. Так, а какая разница, что он, собственно, хочет, да? То есть, почему вас это волнует, что он хочет? Ну, хочет и хочет. Вас это как вообще беспокоит? И колысят, что он хочет всего-то там. Такое впечатление, что вы чувствуете себя обязаны ему, партнеру. Вот. Нет, вы не обязаны. Это бизнес, и в бизнесе не прощают таких, такой модели поведения, какая у вас. То есть, модель поведения, ну, какая-то, знаете, такая, может быть, братская, может быть, какая-то вот, не братская, какая-то такая спасительная, да? То есть, вы пытаетесь спасти, там, может быть, боитесь чего-то и так далее. Модель бизнеса так не работает. В бизнесе, чтобы он строился, нужно отсекать все, что у него не работает. Или каждому, каждому, каждому выдавать по его заслугам, к примеру. К примеру. Вот. Тут только так. Тут по-другому, ну, по-другому просто, просто невозможно. Вот. Понимаете? Дальше. Идем. Так. У меня было ощущение, что он не я, а он считает себя руководителем. Ну, так опять же, вы как себя поставили, так себя с вами и ведут. По-другому не бывает. То есть, если вы хотите, чтобы именно вас считали руководителем, да, коим вы, вроде как, являетесь, вот, что вам, именно вам, и нужно для этого что-то делать. Ну, если вы позволяете людям как-то себя вести, то как вы встать, они должны вести себя по-другому. Вот сейчас вы жалуетесь, сейчас созвонить по работе, узнать новости, высказывать мнения, что и как нужно делать. Помощи реально почти нет. Ну, и вам, как руководителя, ну, урезать этого человека, вы его, значит, доходов. Вот. Вот. Вы все равно ничего не теряете, потому что вы и так делаете все одна. Вот. Вот. Вот у вас не будет, не будет лишнего расстройства, к примеру. Вот. Вот. Правда, еще раз повторю, внутренние страхи, они останутся. Так или иначе. Потому что страхи, если они у вас есть, они, ну, они ниоткуда взялись. Понимаете, да? Так, вся проблема во мне. Я неправильно себя веду и, наверное, зависим от меня других. Что мне делать и как верно поступать? А что делать, чтобы что? Что значит верно поступать? Вы сами определяете для себя, как вам поступать. Только вы можете определить, как вам поступать и что делать. Мы за вас эту, эту историю не определим. Мы за вас, ну, мы за вас не решим, как нужно и что нужно делать. Понимаете? Вот. Мы не можем за вас это сделать. Поэтому, что делать, определяете вы. И для начала, для начала выделив, что есть, к примеру, у вас в качестве цели. То есть, ну, вот. Какая цель, да, у вас? То есть, чего я хочу вообще? А уже дальше можно будет определиться с, ну, со средствами, со способами и так далее. Вот. Вот. Верно поступать. Опять же, чтобы поступать верно, да, нужно понять, что для вас значит верно поступать. Потому что, я, к примеру, вот, допустим, не знаю, как вам поступать верно. Потому что, ну, вы другой человек, у вас, как бы, свои ценности. Поэтому цель здесь очень, очень, ну, очень неопределенная цель у вас здесь. На мой взгляд. Вот. Если вы говорите, что вы не можете представить себя без бизнеса и без дела, которым занимаетесь, то для начала, для начала, неплохо было бы определить, а что идет во вред, а что идет на пользу тому делу, которым вы занимаетесь. Вот. И для начала, исключить все, что во вред тому, что вы делаете. Это для начала. Вот. Ну, к примеру, у человека могут быть действительно, там, дела, семья и так далее. Вот. Так, ну, объективно. Ну, действительно могут быть дела. Но путины получаются ответы. Только вы обязательно скажите ему, что, как бы, вот так и так у нас тут расходы, появились дела, там, все дела. Ну, вот. Ты извини, но, как бы, я оставлю зарплату только тем, кто работает, ну, как бы, кто вносит конкретный вклад. Вот. Ты, я понимаю, у тебя дела, ты сейчас не можешь, ну, прости, зарплату тебе пока урежу. Если хочешь больше, как бы, то, соответственно, нужно что сделать, у нас сейчас тяжелый период, там, все дела. И все. И все сделает человек. Что он может сделать? Понимаете? Вот. И для вас это будет выходом. А так, это просто вас используют и все. И будут продолжать использовать. Самое то, что интересно. Потому что, ну, вы же позволяете это делать. Вот в последнее время моральное состояние на грани депрессии. Хочется плакать, но никого не брать. Просто вы для себя ничего не делаете, вы себя обесцениваете веро. То есть, вы не добудетесь, не добудетесь о себе. Делайте все для других. Но ведь бизнес определяется с кем? Бизнесменом, с шагом, с человеком, который его ведет. И если вы не любите себя, то и бизнес не будет себя любить. И бизнес не будет принимать эти удовольствия. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, тут, на самом деле, все очень просто. Помогает. Вот. Вот. И нужно лишь только вам посмотреть, что именно не позволяет, что именно не дает вам вести себя более по-деловому. Вот. Ну да, хочется все бросить. Почему? От чего? Да? Вот проследите эти чувства. Уже без этого, но уже без этой работы я не смогу. Слишком люблю свое дело, хорошее отношение с клиентами и так далее. Допустим. Получается, у вас есть только баланс, а баланс нужно избавиться, а что не дает, что не позволяет. Понимаете? В зависимости от мнения других, это неуверенность в себе, в собственных целях, в собственных ценностях. Откуда у вас это появилось? Я не знаю. Вот и все. Проследите за своими сомнениями. Проследите за ними. Вот откуда, откуда идут ваши сомнения? Откуда идет то, что вы сомневаетесь? Вот. Я полагаю, что будет вам легче, по крайней мере, вы поймете, что сомнения связаны не с тем, что за тебя происходит, а с тем, что было до этого. Вот. Можно и порекомендовать вам не бояться реагировать так, как хочется. Вот как хочется, так и реагируйте. Но партнеров, вы же, например, по доброй воле на клиентов никогда не будете ругаться, правильно? Вы же говорите, что вы любите клиентов. Что у вас, короче, отношения и так далее. Ну вот. Значит, здесь все хорошо, здесь все свежо, здесь все нормально. Вы просто живете не в своей реальности. Вы живете не в том мире, в каком вы должны жить. Вот именно в силу того, что вы скрываете свое поведение. Ну, свое поведение. Вы корректируете его, а коллекция обходит вам очень дорого. Вот. Я взорвусь и все изменю в работе. Я имею в виду взаимоотношение к партнерам. Да, и измените, и что плохого-то в этом будет. Я полностью одна. Устал от этого. Ну, простите, Вера. Я, конечно, не знаю, но если вы любите свое дело, и у вас хорошее отношение с клиентами, и если у вас есть сотрудники, то так ли вам нужна это самое плечо. А не связана ли необходимость в плече как раз таки с тем, что вы зависимы от чужого мнения и не уверены в себе? Вот. Понимаете? С другой стороны, вряд ли можно назвать хорошим руководителя, который держится на себе. То есть, так вы выстраиваете работу, что все на вас. Ну, это, на мой взгляд, позиция тоже очень такая, очень такая себе позиция. Вот. То есть, смотрите на самых активных сотрудников, которые занимаются лучше, которые работают лучше всего, и предлагайте им должность заместителя, если они приходят и так далее, за, конечно, денежное вознаграждение. Вот и все. Вот. Так получается, что вы взваливаете на себя чрезмерно большую ответственность, чего в итоге не выдерживаете, и в итоге вам плохо. Вот и все. Вот так. Тут я думаю, что личные границы вам нужно обязательно для себя определить, да, то есть, где я, где другой человек, за что я отвечаю, за что отвечает другой человек, что я делаю, что делает другой человек, это первое. Ну, и дальше, что-то я сказал, что-то я сказал. Определить свои ценности, определить свои, эээ, свои цели. Вот. Предсказать к вам своя реакция, то есть, почему, с какой стати вы обманываете своего партнера и не говорите ему, как есть, что вам нравится, что нет, вот почему, почему вы не позволяете себе это делать. Просто подумайте, да. Это что, стыд, а стыд перед кем, перед чем. Это страх, а страх перед чем. Понимаете? Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду ротонуть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.